всем привет вы видите и слышите лёшу халецкого и это очередной выпуск мнение дилетанта называется он цивилизация уныния в данном случае слова цивилизация не относится ко всем нами любимой сид мэрс цивилизейшн а обозначает вот человечество почему я решил записать вот такую тему выбрал потому что вот сейчас кругом везде слышно очень много про то что наступают последние дни кругом проблемы печаль в общем нету новых идей кстати я этот сам часто говорю в мире происходит не пойми что и как дальше жить вообще непонятно начну я пожалуй с библии внезапно уныние это один из восьми главных христианских грехов один из семисмертных грехов и вот когда обычно грехи перечислять мне всегда интересно было что в принципе христианская церковь то есть вот этот уныние входит в перечень этих грехов он показывает насколько христианская церковь свое время была прогрессивной штукой то вот догадаться что это состояние апатии подавленности должно считаться грехом это ну по-моему очень важное улучшение человеческой жизни и вот сейчас западный мир который ну по-моему в авангарде человеческого прогресса находится не выглядит уверенным в себе и счастливым о чем я говорю не о статистических показателях благополучия о том как сами люди оценивают свое положение то есть есть конкретные там лидеры типа скандинавских стран да всякие швейцарии в которых конкретно там индекс человеческого развития очень высок есть такое понятие можете погуглить индекс человеческого развития там многое входит на первых местах прочее а есть просто субъективные вещи когда людям задают очень простые вопросы поэтому собственно отсюда и решил вот записать подобное видео гэлоп спрашивал во многих странах смеялись ли вы или испытывали чувство радости хоть раз за прошедший день и как вы думаете кто в лидерах был страны латинской америки во главе почему-то с парагваем и прочие гондурасы то есть смотрите несмотря на объективно не лучшее социальное положение большинства жителей этих стран они чувствуют себя вполне счастливыми при этом за последние полвека люди в среднем стали на 20 лет дольше жить это я говорю про те самые развитые страны с высоким индексом человеческого развития количество людей живущих в чрезвычайной бедности а это по-моему меньше двух долларов в день снизилась более чем на 700 миллионов число жертв криминального насилия сокращается и вот эти все тенденции затрагивают все страны три четверти стран мира и даже несмотря на то что сейчас происходит вот такие ужасные войны как в сирии и ираке но даже войны стали более локальными с меньшим количеством жертв просто нам это преподносится в сми постоянно ну как страх и ужас на самом деле мир становится лучше причем во всех странах даже если мы про наши страны будем говорить но при этом нам кажется что он стал хуже так вот субъективно и вот интересно обсудить из-за чего это происходит как мне кажется у людей появилось слишком много свободного времени когда у вас много времени ты начинаешь думать странное я уже молчу о том что очень многие просто не умеют сами себя развлекать им скучно когда тебе скучно ты начинаешь задумываться правильно ли ты живешь и у тебя начинают приходить всякие депрессивные мысли и в этом кстати ну вы только поймите а то мне опять в комментариях придут говорит что я все это очень упрощаю привожу притягиваю за уши но в некотором смысле почему так тоталитарные режимы нравятся людям потому что тоталитарный режим конкретно объясняет что тебе надо делать дает тебе цель и дает работу обязательно обратите внимание что при тоталитаризме обязательно все при работе там ходят занимается всякой фигней но все ты не задумываешься о высоких материях ты работаешь от и до потом у тебя надо еще найти время чтобы что-нибудь постирать сделать и счастливый и уставший идешь спать но в целом это все вытекает именно из того что у нас очень много свободного времени появляется и кстати наша любимая игра в пошаговые стратегии это одна из многих вариаций убийства этого времени я просто вижу как люди очень многие люди целыми днями просто играют в циву я не представляю как как откуда они время берут это они же еще работают там учат то есть я говорю не про школьников а про состоявшихся людей видимо иначе если они остановятся то они впадут в уныние играют в циву только чтобы не поддаться смертному греху греху извините я ни в коем случае не обвиняю естественно каждый сам себя развлекает как может и замечательно что люди могут себя развлечь еще раз повторю есть очень много людей очень много действительно которые не знают чем себя развлечь знаете есть по поводу вот еще уныние некоторые люди начинают задумываться об огромной вселенной да впадают в уныние как раз что мы как песчинка в этой вселенной а другие наоборот хотят ее исследовать узнать что там за горизонтом с другой стороны опять вернусь к своей любимому своему любимому коньку про отсутствие новых идей вот сейчас популярность многих правых режимов типа да и трамп он такой довольно правый чувак и марили пен в во франции там венгрии у власти многие такие правые люди это именно из-за того что демократы либералы и прочие ничего нового не могут предложить то есть сейчас происходит такое глобальное перемещение народов глобальное смещение акцентов видимо западной цивилизации больше на восточную причем есть страны которые вообще действуют как бог на душу положит типа ирана или северной кореи потому что от них вообще непонятно чего ждать правильно да и россия например даже с турцией они не выглядят сейчас как командный игрок типа вместе со всеми улучшать жизнь на планете и меня в этом расстраивает то что страны начинают отдаляться друг от друга в том плане вот после второй мировой войны все были на подъеме хотели объединение вместе чего-то делать и даже несмотря на то что разные режимы были коммунистические прочее но люди смогли договориться и он сделать и пытаться вместе как-то жить на этом голубом шарике и сейчас когда прошлые поколения в принципе очень неплохо поработали человечество опять начинает раздирать причем судя по всему вот то самое уныние как много вот комментариев на русском языке которые требуют напасть кого-нибудь убить прям я нам ненавижу геев надо их всех поубивать то есть прямо ощущение что человек я человек не конкретно кого-то имея вот общий собирательный образ соскучился по жестокости соскучился по кровавой бане какой-то общей ему ему уныло находиться в этом раю так может быть человечество и не может рай построить человечество не может быть счастливым когда у него все есть ему надо работать постоянно чтобы просто заработать на краюшку хлеба не говорю про то что просто жить в роскоши уставать ведь мерилом работы считают усталость и ни в коем случае не задумываться об окружающем мире тогда он и будет счастлив ну вот для примера не так давно чешское радио посвятила целую передачу тому как живется нынче чех и как они воспринимают свою жизнь социологи экономисты и статистики цифрами на руках доказывали что лучше чем сейчас эта страна не жила никогда вообще это крепкий середняк ес одна из самых безопасных стран в европе но при этом отмечается что уровень тревожности и неуверенности в завтрашнем дне опять же самый высокий за все время наблюдений проведения опросов как так люди живут хорошо но при этом не обращают внимание на это а сосредотачиваются только на возможных причем проблем но тут кстати еще можно отметить что вообще люди как-то не склонны планировать планировать на долгий срок очень многие живут только сегодняшним днем и в этом плане вот чем хорошо быть любителем пошаговой стратегии вообще в принципе ты обязан планировать на долгий срок ты должен видеть что у тебя будет впереди кроме того обратите внимание на новости которые идут по телевизору даже видео на ютубе как это немножко перейду любая любых новостях нам в новостях намного больше отрицательного то есть там кто-то разбился кого-то убили для неважно даже не в нашей стране где угодно то есть нам пихают именно этот это негатив ну как пихают он именно люди больше всего именно его и смотрят и то же самое касается youtube роликов я вот просто даже свой канал возьму я не буду говорить про другие хотя опять же популярные именно извините за слово обсиралово всякое то есть там где что-то обсирают говорят как это плохо ну естественно это смешно еще подавать то что смешно хорошим сложно рассказывать да а вот поглумиться над каким-нибудь трешем это за всегда пожалуйста набирает кучу просмотров и для примера вот у меня есть обзор шестой цивилизации видео и есть видео о том где я говорю что не так с шестой цивилизации какие там проблемы и минус естественно второй ролик набирает больше потому что поругаться порассказывать как фераксис все плохо вот это вот за всегда все готовы я всегда стараюсь в своих видео встречаем не во всех не в своих видео а вообще видео рассказ что-то советовать что о чем-то хорошем рассказывать потому что я бы сам хотел такое смотреть я хочу смотреть не о том как плохие русские фильмы над ними глумятся это прикольно посмотреть раз-два-три окей но расскажите мне какие хорошие фильмы мне посмотреть например какие хорошие игры мне поиграть где блин обзоры хороших игр просто вот кроме того что я делаю вот ну и я опять же стараюсь не прям все обзоры пусть я стараюсь поиграть в хорошую игру потом о ней рассказать и вот мы вокруг вот так вокруг себя генерируем вот этот негатив постоянный мы очень быстро присыщаемся вся и всяким новым чем-то да и по-хорошему это новое но такой вот как поп-жвачка становится уже вот эти мемчики интернетовский когда ты увидел эти через три дня присылают этот мем и ты уже пишешь баян то есть три дня назад мем это уже все это настолько старье прям и это во многом вот такое мы вы можете сказать что жизнь ускоряется это конечно возможно но человек то сам по себе не ускоряется и видимо человечество уже начинает не успевать за этим потоком информации вот обратите внимание попробуйте просто отложить компьютер на несколько дней не смотреть телевизор несколько дней насколько у вас улучшится настроение и другой стороны вам будет скучно думаю многие из вас просто не будут знать чем себя занять куда деть руки это тоже большая проблема так что такое мнение дилетанта получается в котором я просто пытаюсь обсудить вот что происходит но у меня нету никаких даже мысли о том как это решить ну мысль точнее только одна нужны новые идеи нужны новые философские какие-то движения то есть что-то такое чем был там коммунизм в конце девятнадцатого века либерализм где новые вольтеры канты дизраэль и прочее прочее а вот самому мне придумать что нам делать сложновато и я еще раз повторю вот здесь возможно и кроется прелесть тоталитарных режимов люди могут конечно при нем быть несчастные в том плане что там может быть денег не хватает не доедает но как только население накормлено оно ощущается намного счастливее чем свободные люди западных стран которые вольны сами распоряжаться своим временем но это так знаете в порядке спора естественно на этом все надеюсь почитать много интересных ваших комментариев как напоминаю не стоит ругаться между собой особенно ведите дискуссию вежливо потому что бан на ютюбе очень легок прост и одной кнопкой ну а вы видели и слышали лёшу халецкого всем пока